Фестиваль ГТО прошел в сентябре, но не все на него попали. Спустя месяц уссурийцам дали возможность проверить свою физическую подготовку и получить заветный значок. Испытать себя решили в основном ученики школ и колледжей, хотя возрастные рамки для выполнения комплекса упражнений куда шире. Все зависит от возрастной ступени, которая принимается. Если, к примеру, мы ставим только для младшей ступени, естественно, наплыв очень большой. В бассейне «Чайка» ученики делили дорожки для заплывов со взрослыми. Если у первых зачеты ГТО, то у вторых отдельный турнир. Но их результаты тоже решили зафиксировать в таблице готовых к труду и обороне. Водная дисциплина в числе дополнительных. Сдавать ее не обязательно, но на заплывы идут, чтобы испытать себя на максимум. Я решил сдавать все дисциплины и плавание заодно, потому что у меня уже есть в нем результаты, и я решил, ну почему бы и нет. Я решил все сдать, потому что проверить себя, на что я способен вообще. Стрельба также в списке дополнительных дисциплин. Некоторым участникам сложно попадать по мишеням от того, что в тир они пришли после сдачи зачетов по отжиманиям и подтягиваниям. Руки спортсменов еще не отошли от нагрузок, а надо ведь без тряски нацелить автомат на мишень, сконцентрироваться и медленно спустить курок. Об этом знает ученица 29-й школы-интерната Илона Кравченко. До золотого значка ГТО Илоне не хватает одного балла. Девушка второй раз держит в руках пневматическую винтовку, но отстреляла почти на отлично. Мама заставила, она хорошо стреляет и сказала, чтобы я шла. Вот на днях с мамой заезжали в тир, она меня обучала и у меня все получилось. Среди основных дисциплин – легкая атлетика, отжимания, подтягивания, гибкость, бег. У участников ГТО было 4 дня для сдачи всех нормативов. Фестиваль в сентябре собрал около 300 спортсменов. На этих испытаниях присоединились еще 100 человек. Чтобы попробовать свои силы, необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru.